Экспрессивная, эмоциональная, искренняя и обаятельная. Актриса Лукерья Ильишенко прекрасным летним вечером сыграла сет в клубе «Элс» и без тени усталости далеко за полночь решилась на интервью для «Бьюти Тайм». В жизни описались частично с настоящих людей. Я ненавижу это имя всеми фибрами души. Мне периодически в Инстаграме какие-то сумасшедшие пишут «Хочу назвать ребенка Лукери». Ребяточки, дорогие, имя ребенка – это не место для самореализации и для показывания своего, знаете, какой-то своей эксцентричности. Человеку с этим жить не живется с этим именем туговато. Во-первых, а. Оно не интернациональное. Б. Оно редкое, оно сложно произносимое. Это не очень удобно в жизни. Я всегда хотела быть Оксаной. Вот представьте себе, я с 9 лет и где-то до 14 точно была уверена, что как только я достигну возраста совершеннолетия, я переименуюсь в Оксану. Ну вот настолько. Я вообще такой человек, когда начинает получаться, меня за уши не оттащишь. И вот я, когда понимаю, что я растую, что там еще нет потолка, это самый-самый большой стимул, который может быть. В принципе, современный артист, я считаю, должен быть синтетическим. Синтетическим означает универсальным, который может выполнять разный спектр задач. То есть там петь, танцевать, играть – это все очень важно в наше время. Я не, ну как бы сама по себе, по-человечески не Лерой. Не нужно сейчас смотреть на вот этот, на то, как я одета, на то, как я накрашена, потому что я сейчас буду ходить играть сет. Вообще, в принципе, Лерой мне не близка. Она… В драматургии любого произведения есть такой персонаж – Трикстер. Тот, который закручивает вокруг себя пространство, и тот, вокруг которого развиваются события, которые эти события провоцируют. Лера – Трикстер. Мне, конечно, повезло с персонажем, потому что она яркая. Она просто… Она даже написана была такой. В местности всего было носить эти адовые платья. Мне часто, честно говоря, не очень удобно на каблуках и в платьях. Это было прям самое сложное. И вот это постоянно какая-то демонстрация своей сексуальности – это тоже тяжеловато. То есть там мне подгладывали какие-то, значит, пушапы в грудь, там что-то какие-то. Ну вот этим всем вещам мне это сложно. А так, в принципе, это актерская задача. Ты существуешь в поставленных рамках, в рамках поставленного персонажа. Ну, не знаю, как. Ну, обычно. Понятное дело, конечно, все это пропускается через себя, каждая ситуация, которая там проигрывается. Она не моя ситуация, но реакции на эту ситуацию. Они мои. И вот если тебе удается каким-то магическим образом действительно пережить, попытаться вспомнить аналогичную ситуацию в своей жизни, пережить это в сцене – это такой кайф. Это так круто, когда ты понимаешь, что вот оно было. Было по-настоящему. Не просто там ты что-то кривляешься, транслируешь, изображаешь из себя того, кого нету. Когда ты пытаешься вложить в это кусочек себя. Что касается мнения, я, знаете, я поначалу читала, а потом поняла, что да мне неинтересно. Я же не стодолларовая купюра, чтобы всем не нравиться, правильно? Роль удалась, роль сложилась, свою лепту как-то в проект я внесла. Это все, что мне требуется. Знаете, обращать внимание на то, что говорят посторонние люди, честно говоря, и своих-то не надо слушать. Делайте всегда так, как вам советует сердце и так, как вы считаете нужно. Потому что потом не переваливайте ни на кого ответственность, чтобы самому нести свой вот этот, не знаю, крест. Очень пафос сначала звучит. Я не читаю. Мне неинтересно. Есть, наверное, какой-то пул там, да, количество людей, которым я нравлюсь. Это мои фанаты, я их люблю тоже безумно. Но ты не можешь всем всегда нравиться. Никогда. Мы, несомненно, после «Сладкой жизни» проснулись знаменитыми. На третьем сезоне особенно это чувствуется. Это уже так ты немножко подустаешь, потому что ты не можешь всегда, когда тебя узнают люди, там, эй-эй-эй, ну ты же все равно артист. Если кто-то узнал, ты должен улыбнуться, поговорить, сделать фотографии, еще что-то. Часто бываешь больной, невыспавшейся, работаешь как волк, и этого не хочется. Я не могу сказать, что как-то моя жизнь кординально изменилась. Но дам меня узнают на улицу. Да, я стала больше сниматься. Я теперь диджей, я больше заработаю. Я, на самом деле, очень давно мечтала играть музыку, но, конечно, совершенно не коммерческую, она такого очень московского формата. Вот, и в какой-то момент, кажется, после второго сезона мне предложили, сказали, вот, ты не хочешь попробовать? Я думаю, че нет? Я пошла тогда осуществлять свою давнюю мечту, кстати говоря, да, вот. Выучилась, ну, и как-то играем. Писать какую-то музыку, наверное, ту музыку, которую я бы хотела писать, она, наверное, не была бы востребована в коммерческом плане. К сожалению, я все-таки не музыкант. Очень важно всегда понимать, как бы, диапазон своих возможностей. Очень важно не быть дилетантом. Вот я научилась сводить, вот пускай она там и останется. Если я сейчас тут начну, стала певицей там еще какой-то, я не знаю, композитором, начнется какая-то фигня, потому что любой род деятельности подразумевает огромный труд и огромное количество времени, потраченное на, собственно, на приобретение этой профессии. Говорят, что чтобы успеть в деле, в котором ты хочешь преуспеть, на занятие этим делом нужно тратить не меньше часов, чем на сон. И это совершенная правда. Оно все приходит во время практики. Если что-то хочется, что-то нужно, в этой жизни возможно совершенно все. Просто бери и делай. Не нужно откладывать на завтра, на послезавтра, обвинять в неудачах, там, не знаю. Так часто артисты делают, у меня нету хорошего агента. И что, ну тебе никогда в жизни не появится хороший агент, если ты будешь задранным носом отказываться от всего. Нужно, ну, работать, все, больше ничего. Много. Тут дело, ребята, не в таланте. Тут дело немножко в удаче, но 99% это очень тяжелый труд. Но пока там есть, пока там не видно потолка, надо карабкаться, расти и очень-очень много работать. Я надеюсь, что у меня хватит там сил и продолжительности жизни, здоровья и всего остального. Нет, ну, пока это, а там посмотрим. С такой сумасшедшей энергией реально свернуть горы, поэтому ролей у этой девушки может и должно быть много, не говоря о других интересных и сложных проектах. Спасибо.